итак доброе утро всем дорогие друзья всем привет доброе утро видимо цветочек эти красивые жена поставил на приехал сразу все в жизни начала украшаться зачем человеку жена чтобы все украшать вот дорогие друзья да ждем сейчас все потянутся и будем продолжать изучать великую мудрость мишли притчи царя салмона видимо цветочки даже думаю что цветочек рассвечим я первый раз будет урок торы с цветами да так отлично может комиссарук смотрим все алекс чудиевич наташа алексеенко все все на месте и анжела коршеницкая все должно быть тора должно быть самая красивая да то есть должно быть прямо украсть и надо все теперь буду стараться с и так буду может венок сделаем следующий раз из цветов знаете урок торы в венке из цветов хорошо дорогие друзья мы изучаем мишлей притчи царя соломона мы находимся сейчас 3 главе и как раз в 3 главе в 3 главе мы дошли до места 2 когда нам сообщил царь соломон он нам сообщил конкретно что бог будет опорой и он убережет ногу от ловушки это был 26 отрывок то есть когда ты изучаешь штору то ты будешь в курсе всех возможных сложностей и проблем и бог тебя убережет то есть бывает что человек он реально вот идет по жизни у него какие-то там спотнулся здесь поднулся а бывает идет по жизни все гладко не спотыкается не падает ловушки не попадает все теперь значит двигаемся дальше двадцать седьмой отрывок мне кажется что двадцать седьмой отрывок бог нам дает некий а сейчас некий такой лайфхак рецепт такой да а как сделать так чтобы не было ловушек как сделать так чтобы было все отлично в жизни даже говорит нам двадцать седьмом отрывке царь соломон говорит так аль тим на томми бавка одну кем на томми баллов б вид л л л я дыхал осод не останавливает добра от хозяина то есть нет вот дословно перевожу аль темно не останавливает не не прерывая как бы до люблю это остановить аль тим на томми баллов не останавливая добро от хозяина его, хозяина добра, то, кому оно причитается, бьет леэль, когда есть для... Эль это одно из имен Бога, обозначающее силу. Когда есть в руках твоих сила, леосот, есть в руках твоих сила сделать. Значит, очень странный отрывок, то есть, там дословно русский перевод не отказывай в благодеянии нуждающему, когда есть в руках твоих силы это сделать. Первое простое объяснение понятное. Тебя просит кто-то помочь, не отказывай ему, потому что ты можешь помочь. Но есть намного более глубокая такая... В этом отрывке глубокий смысл. Значит, первый глубочайший смысл, что помните, мы учили в Пертьевод, в Пертьевод получения отцов, мы учили, что на трех вещах стоит мир. На Торе, на служении Богу и на добрых делах. Вот это три главных основы, и если они есть в вообще в мире глобально, и в жизни человека, значит, это очень все устойчиво и хорошо. Теперь давайте разберемся, что такое добрые дела. Добрые дела — это основа взаимоотношений людей друг с другом. То есть, если представьте себе ситуацию, если каждый говорит, а я никому не буду добро делать, все, отказываюсь, никакого добра никому, буду просто вот ничего, заплатят сделаю, не заплатят, не сделаю, никакой помощи. И все вдруг начинают жить в этой концепции. Представляете, весь мир вдруг начинает жить в концепции отсутствия добра. Что тогда будет? Тогда будет человеку враг, враг, и начнется конфликт и скандал, и так далее. Теперь, если наоборот, каждый стремится сделать другому добро, приятное, доброе дело, и мало этого, что сам делает, а еще и объясняет, что надо жить, делая друг другу добро, улыбаться. Вот знаете, я сейчас такой фильм был какой-то, когда кто-то покупал кому-то вот сэйчек в очереди, и говорит, а вот эту чашку кофе я следующему покупаю. Или там идет вот такая цепочка добрых дел, один другому, один другому. Расскажу короткую историю, как один отец вернулся домой, вернулся он домой раньше срока, и пришел к сыну, заходит к сыну в комнату, и сын вдруг начинает плакать, и все. А почему этот отец вернулся раньше домой сегодня, значит, и начинает в этом истории раскручиваться цепочка. Он работал на работе, и у него он работал, ну, каким-то начальником, и был впервые хороший день, никто ему с денег компостировал, и был там один сотрудник, который до этого был очень злой, все время такой, и он с ним ругался, а тут он такой был хороший. А почему он был хороший? Потому что его в такси, когда он ехал на работу, таксист похвалил его, сказал ему какой-то комплимент, что-то ему сделал хорошее, и он приехал в хорошем настроении. А почему таксист сказал ему хорошее? А потому что сын таксиста пришел домой, и маме сказал что-то хорошее. Вот идет раскрутка цепочки. В общем, концовка была, что этот сын, когда отец пришел домой с работы, пришел к сыну пораньше, этот сын заплакал и показал ему записку, он хотел закончить жизнь самоубийством, потому что папа не обращал на него внимания, и ему не с ним было поговорить, подростковый возраст и так далее. То есть, есть цепочка добра, цепочка добрых дел, а есть цепочка безразличия, эгоизма и злых дел. И нам сказал здесь царь Соломон от имени Бога, что надо эту цепочку добрых дел и включать в себе, и включать в окружающем мире. И когда ты побуждаешь другого делать добро, то как будто бы ты сам это делаешь. То есть, каждый из нас может включить конкретную цепочку добра вокруг себя, а может ее остановить, например, или включить наоборот, не дай Бог, цепочку зла. Это простое такое объяснение, да? Теперь есть еще глубже объяснение. Что значит не отдавай, не останавливай добра нуждающемуся, хозяину его? Кто в человеке хозяин? Давайте разберемся. Обычно большинство людей думают, что хозяин в человеке это мозг, да? То есть, себя все считают, взрослые люди, считают себя разумными. То есть, вот я думаю, что большинство из нас спроси нас, ну ты человек вообще разумный? Да, я разумный человек. Ты жизнью свою управляешь? Да, управляю. Если мы посмотрим по факту, то жизнь, она идет как постоянная реакция на внешние и на внутренние стимулы, абсолютно включающиеся в произвольном порядке, непредсказуемо. Внешний мир вообще, ну непонятно, да, ты им не управляешь. Тебя кто-то позвал, кто-то обидел, кто-то тебе сказал добро, кто-то тебе сказал зло. То есть, внешний мир, понятное дело, что он не под твоим контролем, он тебе шлет разнонаправленные стимулы. Внутренний мир то же самое. Любой вот Лиля Берман, опытный товарищ, она может подсказать, что иногда у тебя включается хорошее настроение, иногда плохое настроение, иногда тебе хочется кушать, иногда хочется спать, иногда болит нога, иногда болит рука, иногда внутри поднимается вдруг раздражение, а иногда поднимается хорошее настроение. То есть, человек, который думает, что он управляет собой, по факту, он живет наоборот, как постоянная реакция на внешние стимулы. То есть, мозг, интеллект, он как машина, как скачущая, как скачущая обезьяна, так сравнивают восточные мудрецы, называют мозг, человек, интеллект, обезьяна, скачущая обезьяна, которая скачет вообще в сумасшедшем произвольном порядке. А кто ж хозяин? Ну, тело, понятное дело, хозяин, потому что, когда хочется кушать, когда хочется там спать, то ты, большинство людей не можешь долго собой управлять. Дыхание, перекрыть кислород, через две минуты ты уже полностью, полностью во власти своего тела, если не открыть дыхание, то человек умирает. Кто хозяин? А есть же еще душа, то есть, мы религиозные люди, знаем, что если у человека душа, а душу вообще никто не чувствует, что за душа, что делать для этой души? И вот здесь нам говорит царь Соломон, не останавливай добро от нуждающегося, твоя душа, она нуждается в добре. Добро это пища для твоей души. И если ты не даешь душе ее пищу, то тогда жизнь проходит впустую, и душа, которая была в тебе как зародыш, который мог бы вырасти в прекрасное новое создание, когда ты перенес бы с помощью Торы и заповеди свое я на уровень своей души, то есть поднял бы свое я от обслуживающего персонала для тела и для других людей. Я это одежда для моей души, и я поднимается через душу на общение с Богом, вот это вот уровень. И он сказал нам в 27 отрывке, по мнению Малбима, именно так надо его понимать, Малбим объяснил с этой точки зрения, что не останавливает добро от хозяина его, от того Баалава, это хозяин его, кому принадлежит добро, когда есть у Бога возможность это сделать. То есть Бог дал тебе возможность через простые действия, через выполнение заповедей, изучение Торы и через добрые дела поднять свое я на уровень своей души, накормить свою душу, дать ей пищу для души, и тогда ты становишься по-настоящему реализованным человеком, который по-настоящему в этот момент поднялся от обслуживающего персонала для маркетологов и для своего тела на человека, который общается с Богом и который через свою душу поднялся на следующий уровень. 28 отрывок. 28 отрывок, простое его понимание звучит так. Не говори ближнему своему «иди и вернись опять завтра». Не говори ближнему своему «иди и возвращайся завтра, и завтра я тебе заплачу, завтра я тебе дам добро заплачу». Ну, «этэн» это дам тебе, а есть у тебя возможность дать сейчас. То есть здесь уже говорится так. Есть люди, которые выбрали делать добро. Да, они говорят, я все, я понял, что я буду делать добро. Понятное дело, выгодней. Добро в отношениях с ближними создает любовь. Добро в отношениях с Богом создает пищу для души. И, ну, то есть, понятное дело, что ты сближаешься через добро с Богом. Если человек живет уже в концепции добра, вопрос, насколько он в этой концепции быстрый и расторопный. Есть люди, которые говорят, в принципе, я человек хороший, раз в месяц я пойду в синагогу, раз в год я пойду там, буду поститься на Йом-Кипур, например, да. И, в принципе, я человек хороший, как бы по минимуму я полностью справился с тем, что должен сделать. Это один вариант. Теперь добро в работе, например. Кто-то сделал тебе какое-то добро, и ты ему должен заплатить. Теперь по Торе ты должен рассчитаться с работником. Ведь работник же сделал тебе добро. Ты должен с ним рассчитаться прямо сейчас. То есть нельзя ждать до завтра, нужно рассчитаться сейчас. Теперь, но здесь есть один очень глубокий, такой, ну, более глубокий смысл, очень простое понимание. Значит, есть такой закон, что Бог действует с каждым из нас. Та мера, которую человек меряет другим, меряет ему с неба. Теперь я уверен, что каждый из нас хотел бы, очень сильно хотел бы, чтобы Бог отвечал на молитвы. То есть, ты просишь Бога, Он тебе отвечает. Ты ему говоришь, пожалуйста, дай мне то, что мне надо, Он тебе дает. Я думаю, что это было бы, ну, каждый хотел бы такое волшебство в жизни. По факту происходит не так. Есть известная история, когда один призывник на призывном пункте, он стоял на призывном пункте, ему вручали военную форму, и он такой, получает военную форму, и говорит, эх, говорит, я молился, когда мне пять лет было, хотел я военную форму в пять лет, подарок хотел, да, с неба просил, дай мне военную форму, а мне дал Бог только восемнадцать. То есть, бывает, что между просьбой и ответом проходит длительный срок. И уже в это время, оно может уже и не надо, человек уже забыл или перестал просить. Но почему так происходит? Если мы посмотрим, с какой скоростью человек делает, выполняет заповеди, или с какой скоростью он помогает тому же ближнему, то идет точно такое же, вот, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Поэтому нам сказал царь Соломон, что не говори ближнему твоему, пойди и приди опять, а завтра я дам, если имеешь возможность дать сейчас. В выполнении заповеди, в помощи ближнему нужно быть та мера, которой ты хочешь, чтобы отвечали тебе, делай другим. Я приведу пример, например, Равыцкая Зильберг, Зильберг, он когда-то нас научил, вот прям конкретно на примере. В Израиле есть очень много людей, которые ходят, собирают деньги. Так как заповедь Сдака, милосердие, да, это то, что спасает от смерти, то, что помогает, то, естественно, что очень много людей дают Сдаку и очень много ее просят. И когда даешь Сдаку, то очень часто просят люди, которым есть сомнения, давать ему или не давать. Он какой-то алкоголик, может быть, или он не выглядит слишком такой здоровый. Я помню, к нам в Ешиву заходил, мужик такой, ну просто конь, здоровый такой, прям, ему можно на нем пахать. И он ходит, просит, он ходит, ему дают там по шетелю, ну он за день собирает там, я не знаю, 50 долларов он может день насобирать, ходит себе и все. И Рав Зильберг говорил, что не проверяй его, никогда не проверяй, дай ему какую-то сумму, то есть дай, а вдруг он нуждается, вдруг он по-настоящему нуждается, а ты ему не дал. А ты выступаешь здесь как прокурор, ага, я сейчас буду расследование устрою, надо ему или не надо, действительно ли ему надо помогать, или он может и сам себе сделать. И когда ты становишься к нему прокурором, то ты выстраиваешь ровно такое же отношение к себе и к своим молитвам. Когда ты просишь, то есть вот ровно как ты осуждаешь его, или судишь его, или ты выносишь какое-то негативное о нем суждение, точно так же та мера относится к тебе на небе, ты создал себе внутри как бы фильтр, кто ты, тот, кто судит, так же судят тебя. И Рав Зильберг сказал, никого не судите, никого не проверяйте, давай каждому Бог разберется. Та мера, которую человек меряет, меряет ему, давай больше, давай не проверяй, давай, потому что ты хочешь, чтобы вот весь мир был построен на вот этой вот волне, когда сбываются мечты, когда, когда сбываются мечты, когда приходит неожиданное счастье. Тот, кто другому постоянно приносит добро, он как бы понимает, что мир полон добра. Тот, кто другому дает больше с горочкой, ему с неба дают с горочкой. Тот, кто проверяет, сомневается, думает, что мир плох, он же сам создает ту меру, которая меряет ему с неба. Значит, это был у нас 28 отрывок, 28 отрывок. И смысл его главный, делай добро быстро, делай добро не проверяя, делай добро с горочкой. Точно так же будут относиться к тебе. Не суди, не судим будешь, имеется в виду не то, что мы не можем не судить, мы по-любому судим. Каждый человек по-любому судит и оценивает окружающий мир. Вопрос, как ты судишь. В этом вот выражении, не суди, да не судим будешь, скрыт другой смысл. Мы не можем не судить. Суди позитивно, будешь судим позитивно. Суди с доброй стороны, будешь судим с доброй стороны. То есть, все люди по-любому других людей судят и оценивают. Так вот, как ты оцениваешь других, так с неба будут оценивать тебя. Двадцать девятый отрывок. Двадцать девятый отрывок, он расширяет ту же тему, в которой мы были. И говорится так. Значит, не замышляй против ближнего зла, если он с безопасностью сидит с тобой. Есть люди, которые внутри, они замышляют на ближнее зло. На ближнего зло. Что это значит? Посмотрите, тут есть слово ближний. И ближний, это как бы, ну, это уже по определению хороший человек. Но есть люди, которые ближних своих, они просто их тиранят. Тиранят. Как они их тиранят? Они для себя заставили, ну, вот, составили некое предположение, что они знают лучше ближнего, каким он должен быть. Что он должен делать? Как он должен себя вести? И они, получается, они ближним недовольны. Они про ближнего говорят ему, там, справедливую критику, как они думают, да. Они могут ближнему, то есть, они инициируют то, что приносит ближнему боль. То есть, они, даже это ближний, но есть очень интересное, так проще понять просто, что притчи царь Соломон объяснял своим языком, нам понятнее язык, современный больше. Дэл Корнеди в книге «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей», он пишет первый главный принцип общения людей, который сблизит тебя с людьми, и у тебя не будет врагов. Он звучит так. Не критикуй, не жалуйся и не обвиняй. И он в этом, в первом своем принципе, он доказывает, что любая критика, любое обвинение, оно вызывает, дает человеку боль. И что интересно, он говорит, что, он приводит несколько примеров, что даже убийцы, которые сидят в тюрьме за убийство, они себя не считают виноватыми. Они считают, что у них есть оправдание. Теперь, говорит нам, вернемся к Торе, говорит царь Соломон. «Не задумывай на ближнего зла ни в какой форме». И когда он сидит в безопасности с тобой, то есть сидит ближний с тобой в безопасности, а ты его начинаешь там критиковать, начинаешь ему цеплять его и так далее. То есть это нельзя делать. Не будь инициатором зла. Оно всегда возвращается. То есть как только ты включил зло, оно бах и возвращается. Понятно, да? Теперь, вот смотрите здесь, дальше очень интересный принцип. Вот кто-то становится инициатором зла. Он делает другому больно. Теперь он может это делать больно с хорошими намерениями, и он может делать больно с плохими намерениями. То есть есть люди, которые действительно, они делают зло, зная, что это зло, и они инициируют зло. Злодеи, бандиты, преступники, убийцы там и так далее. Есть люди, которые делают зло, но они думают, что это добро. Теперь, но другой человек, его это зло воспринимает как зло. Вот, например, два человека близких, один другому говорит, ты делаешь неправильно, он его критикует. Значит, он хочет его исправить, а второму человеку это больно и неприятно. Теперь здесь нам говорится так, что если по Торе как делается? Если тебе сделали зло неумышленно, ты не имеешь права на него обижаться, быть злопамятным и хранить зло. То есть ты должен его простить. Если ты понимаешь, что человек сделал это зло неосознанно, он не хотел делать тебе зло, тогда у тебя есть выбор. Если ты ответишь ему на зло злом, в этот момент ты становишься уже инициатором зла. То есть ты в этот момент уже хочешь ему сделать зло, и ты уже становишься злодеем осознанным. То есть он тебе сделал зло неосознанно, у него были хорошие намерения, но это зло все равно. Ты его воспринял как зло, тебе больно. Дальше у тебя есть два варианта. Первый вариант ответить ему на зло злом, и ты инициатор зла осознанного. Второй вариант погасить эту цепочку, и поняв, что он тебе хотел сделать добро, промолчать. Написана интересная вещь в Талмуде, что Амавир Альмидатав, тот, кто умеет выключить свои вот эти вот качества гнева, качества раздражения, качества вернуть за зло злом, тому прощают все его грехи. Это удивительная вещь. То есть, опять же, мы возвращаемся к принципу мера, который человек меряет, меряет ему с неба. Если, но говорится про пашав, это неумышленные грехи. Вот смотрите, как интересно. Амавир Альмидатав, тот, кто умеет переступить свои качества эмоционального характера, Мавирим, ему точно так же переступают через все его пашавы, это его неосознанные грехи. То есть, если человек сделал тебе зло неосознанно, он хотел сделать добро, но сделал зло, и ты в этот момент сумел перебороть себя и не разозлиться, не разгневаться и не вернуть ему злом, тогда тебе с неба прощают все твои неосознанные грехи. Все идет мера за меру, четко мера за меру. То есть, за осознанные грехи не говорится, говорится за неосознанные. Когда ты сам кого-то где-то не так обидел, не так сказал, не то сделал, там нарушил какие-то заповеди, но ты не знал, не осознавал, прощается. Ты сумел простить другому неосознанное зло, тебе прощают твое неосознанное зло. Понятная идея, да? Значит, давайте подведем итог. Первое, что мы узнали, что нужно быть инициатором добра. То есть, нет пустоты ни в мышлении, ни в жизни. Человек постоянно чем-то занят. И если ты хочешь выстраивать себя, выстраивать свою душу, то ты должен все время инициировать процессы добра. Тора, заповеди, добрые дела. То есть, ты должен идти на опережение, создавая в мире добро. Второй вывод, это когда на тебя приходит от кого-то зло, тогда нужно понять, или это зло осознанное, или неосознанное. И если это было зло неосознанное, его надо простить. Если это было зло осознанное, дальше написано, насколько ты можешь ответить на это осознанное зло. Дальше мы изучим, что, в принципе, по Торе ответить на осознанное зло можно. А вот на неосознанное нельзя. Все, давайте подойдем тогда. Итог мы подвели. Сейчас каждый для себя сделайте свой итог. Аплодисменты.